В одном из наших последних роликов мы вам показывали, что мы приобрели дробилку с гребнеотделителем. Это дробилка лоза. И в сегодняшнем ролике поделимся с вами впечатлениями об использовании этого оборудования. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И винодели зовут меня Светлана. Я белок по образованию виноградарь и виноделок по призванию. С нами все это понятно и доступно. Прежде маленькое вступление. Конечно же, о дробилке, на самом деле, мы думали давным-давно, но откладывали эту покупку ввиду того, что в идеале, конечно, когда есть какое-то специальное помещение, там у нас расставлено оборудование, мы спокойно с ним работаем и не таскаем туда-сюда. Но понимаем, что время у нас сейчас крайне ограничено, а все-таки любое оборудование – это то, что нам очень сильно облегчает жизнь, поэтому стали рассматривать варианты дробилок. И вот, наконец, наступил момент покупки, момент выбора этого оборудования. Выбирали мы из двух вариантов. Они примерно одной и той же ценовой категории. Ну, вот эта вот лоза, да, то, что мы в итоге купили. Вторая, я не помню название, я вам пропишу на экране. Все, в принципе, знают, о чем речь. Конечно же, мы рассматривали только дробилки с гребнеотделителем, потому что просто дробилка, ну, конечно, удобно, но она не сильно экономит время. Обобрать виноград с гребне – это на самом деле тоже достаточно трудоемко. Значит, почему выбрали эту, да, и почему сомневались, что вообще в той? Это сделано из полипропилена, потом будут проминусы, я покажу, как все это работает. Большой ее плюс – это то, что она легкая по весу, и ее даже я могу спокойно, легко переместить из одного места в другое, вынести на улицу, поработать и потом убрать в помещение. В принципе, на этом плюсы заканчиваются. Ладно, потом покажу все в работе, не буду забегать вперед. К ней еще идет, можно отдельно докупить такой бункер, но те, кто смотрел ролик про пятнатый, да, про белое сусло, уже увидели, что смысла в этом абсолютно никакого нету. Второй вариант, который мы смотрели, это была дробилка металлическая. Конструкция примерно такая же, и она сразу шла с бункером. Что как бы меня вообще удивило, значит, производители расписывают. Бункер сделан там из пищевой и нержавеющей стали. То есть бункер, куда мы кладем еще целую ягоду, он сделан из нержавейки. Дальше вот здесь вот ролики, вот эти ролики в той модели сделаны из алюминия. Вот честно, я много чего попыталась поискать про алюминий. В принципе, алюминиевая посуда не такая страшная, как ее малюют, но все равно с кислотами как бы ей нежелательно работать. А в винограде кислоты, ну так, порядка. И тем не менее, там вот основная часть, которая контактирует с раздавленной ягодой, почему-то алюминиевая. Здесь вот открываем, вот, собственно, здесь и происходит янта самое гребнеотделение. Ну и там вот эти вещи металлические покрыты краской. То есть, ну как-то немножечко странно. Ну и, собственно говоря, поэтому выбор все-таки пал на полипропилен. Конечно, да, она легкая. Ну и, в принципе, посмотреть эту конструкцию, как говорится, поморочиться. Все можно сделать самому, примерно. Конструкция примитивнейшая, если честно. И, конечно, в той второй дробилке написано, что все сделано по ГОСТу. Там она вроде как сертифицирована. Сертифицирована, но меня все-таки смутили вот эти алюминиевые валы. Кстати, я могу ошибаться, но мне кажется, что там зазор регулируется между валами. Здесь он не регулируется. Ну а теперь смотрим, как работает вот это устройство. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, загружать надо понемногу, потому что как-то помногу она не хочет. Поэтому, я думаю, что и бункер хорошо, что мы не взяли, потому что смысла в нем нету. Ну, честно говоря, вот сейчас дробим зигиреба. Да, и вон выпадают ягоды. До этого был у нас дублянский. Там он ягод почти, ну, вообще много. Реально много. Здесь, как бы, тоже вот у зигиребы все довольно неплохо. Да, тут ягодки, ягодки дробятся неплохо. А вот здесь у нас уже подробленный кристалл. Вот. Вот что мы видим. То есть, ну, отделение такое себе. Если будет какая-то еще более мелкая ягода, то, наверное, все он выкинет нам вот сюда, в мусорку. Тут при загрузке. Вот сейчас захват неплохой. А бывает, что он не захватывает. То есть, надо ручками портить. Очень сильно зависит от сорта винограда. То есть, некоторые, ну, как-то более-менее дробятся, а некоторые дробятся совершенно отвратительно. И получается, что и туда у нас гребни попадают, да, и потери ягод тоже. Ну, вот показала, да. То есть, есть не очень много, но в блянском вообще плохо. Даже отвратительно. Там у нас тоже валы не регулируются. Какой стоит зазор, такой стоит. Ну, вы все видели сами, да. То есть, конечно, с одной стороны это быстро. Да, с другой стороны и гребни попадают в сусло. Потом надо их выбирать. Ну, либо уже мириться с этим, да. И ягода попадает в зависимости от сорта. Причем это же мы попробовали только на, там, вот самое первое. Мы ананас надробили, потом мы дробили платовский кристалл и зигиребы. Мне страшно подумать, если мы там какой-нибудь мелкий ландунуар, например, попробуем подробить. Наверное, у нас ничего не получится, да. Хотя именно, ну, крупная когда ягода, с ней проще. Вот когда она мелкая и достаточно плотно сидит на гребне, вот, тогда могут быть проблемы. Поэтому, как бы, да, с одной стороны жизнь облегчает. А с другой стороны потерь много, да, эффективность. Ну, вы видели, да, все своими глазами. Эффективность средняя. И стоит ли она своих денег, не знаю, может быть и не стоит. Честно говоря, то есть, приобретая такую вещь, ну, надо несколько подумать, да, насколько она вам пригодится. В принципе, если где-то есть возможность взять в аренду, то перед покупкой возьмите в аренду, попробуйте сами, насколько именно вам это удобно, да. И тогда решите, имеет ли смысл покупать такое оборудование. То есть, само по себе, не касаясь конкретно этой модели, такое оборудование, оно классно, оно очень сильно облегчает жизнь. Даже если мы работаем с небольшими объемами. А мы работаем, вот лично мы, с небольшими объемами на спарте. Это, может быть, 20-30 килограмм ягоды мы собрали, да, ее надо переработать. Тот, кто работает там больше, тот, кто сотнями килограмм перерабатывает сразу, либо покупает такую партию, то там, конечно, такие вещи, они просто, ну, очень классные. И, может быть, да, если взвесить на весах экономию времени и потери, которые мы получаем, то, может быть, оно того стоит. Моя сегодняшняя задача была показать вам в реальности, как работает это оборудование. А уже насколько оно будет подходить вам, ну, вы решайте сами, да, может, есть смысл рассмотреть что-то другое. Ну, опять же, например, вот в этой ценовой категории, да, в нашей стране, у нас было вот только два варианта. Лоза и вот та вторая дробилка. Все, у нас этого оборудования мало. В других странах, где миноделие более развито, там вполне вероятно, что и оборудование может быть другое. Но, опять же, может быть, есть смысл подумать, посмотреть и взять что-то подороже, зато более надежно, более эффективно. В общем, почву к размышлению я вам дала. Надеюсь, было полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и наших контактов. До новых встреч! Продолжение следует...